Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги чисел, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Первая глава была длинный и скучный перечень имен разных племен и количественный состав. Все то же самое будет сейчас здесь, но только еще с привязкой по местности. Мы говорили к первой главе, зачем все это нужно. Нам, в общем-то, не нужно. Вот честно скажу, есть главы Библии, в том числе в пяти книжах, десять заповедей, которые сохраняют свою актуальность и которые, в общем, наизусть знают люди, даже не открывавшие Библию, потому что они постоянно цитаты встречают. А есть главы, которые остались в прошлом. Но это единая жизнь, это вот не просто история, это история с каким-то смыслом. Господь сказал Моисею Ворону, пусть цены Израилева расположатся станом вокруг шатра встречи, каждый в своем войске и под боевыми стягами рода своего. Принцип организации войск. В центре шатер встречи, то есть шатер или скиния, ее по-разному называют, да, может быть, это не совсем одно и то же, потому что шатер встречи, кажется, был раньше, чем была построена скиния по образцу, показанному Моисею. Но неважно, это место, где пророк встречается с Богом. И это самый центр народа. А вокруг все, причем все как войско. Это не просто толпа народу, которая там куда-то прет, и кто первый урвет, тот и получил. Ни в коем случае. Это размеренно, упорядоченно и привязанное по своей родовой принадлежности, и привязанное, как мы дальше увидим, по сторонам света войско. На народ, как войско. Под боевыми стягами, да, то есть у них были какие-то знамена, мы не знаем, как они выглядели, но очевидно, что это было что-то такое видное издалека. Вот человек знал, где его отряд, где его, соответственно, родные, близкие и одновременно его однополчане. Впереди, на восточной стороне, должно размещаться войско Иуда с его отрядами. Вождь потомков Иуда, Нахшон, сын Аминадава. Его отряд насчитывает 4600 человек. Рядом с ним племя из Сахара. Вождь потомков из Сахара, Натанаэл, сын Цуара. Его отряд насчитывает 54400 человек. Те же цифры, что в первой главе. Почему так важно? Ну, потому что на войне повторения количественного состава подразделения или соединения лишним не бывает. Далее племя Завулона. Вождь потомков Завулона, Илиав, сын Хилона. Его отряд насчитывает 57400 человек. Всего войско Иуда насчитывает в своих отрядах 186400 человек. В походе они идут первыми. На южной стороне пусть размещается войско Рувима с его отрядами. Вождь потомков Рувима, Илицур, сын Шадеура. Его отряд насчитывает 46500 человек. Рядом с ним племя Симеона. Вождь потомков Симеона, Шилумиэль, сын. Суришаддая. Его отряд насчитывает 59300 человек. Далее племя Гада. Вождь потомков Гада, Ильясав, сын Реуэл. Его отряд насчитывает 45650 человек. Всего войско Рувима насчитывает в своих отрядах 151450 человек. Пусть это войско идет вторым. То есть, смотрите, вот у нас они выступают в поход. И у них, конечно, какая должна быть последовательность. Не все кучи, а вот первое подразделение, второе, третье. Вот они здесь перечислены. Шатер встреч и воинство левитов должны двигаться посреди других войск. То есть, шатер встреч и левиты, которые его собирают, разбирают, ставят, снимают и охраняют в дороге, а не в центре. Как самое важное нечто, чтобы до них врагу было труднее добраться. Пусть все идут в том же порядке, в каком располагались на стоянке. Каждый на своем месте при своем войске. На западной стороне пусть размещается войско Ефрема с его отрядами. Вождь потомков Ефрема – Лишамасы на Мехуды. Его отряд насчитывает 40500 человек. Рядом с ним племя Моносии. Вождь потомков Моносии – Гамлиэл, сын Педасура. Его отряд насчитывает 32200 человек. Далее племя Вениамина. Вождь потомков Вениамина – Авидан, сын Гедеуни. Его отряд насчитывает 35400 человек. Всего войско Ефрема насчитывает в своих отрядах 108100 человек. Пусть это войско идет третьим. То есть, видите, здесь еще каждое племя, два других, имеет при себе, ну, как центральная часть и два фланга. И войско Ефрема, оно включает в себя, соответственно, Моносию и Вениамина. Не потому, что они какие-то подразделы племени Ефрема, Ефрема, но просто есть главная ударная сила войска же, и есть вспомогательные. Поэтому те, кого поменьше, они оказываются вспомогательными. На северной стороне пусть размещается войско Дана с его отрядами. Вождь потомков Дама – Ахиезер, сын Амишаддая. Его отряд насчитывает 62700 человек. Рядом с ним племя Асира. Вождь потомков Асира – Пагиел, сын Охрана. Его отряд насчитывает 41500 человек. Далее племя Нефалима. Вождь потомков Нефалима – Ахира, сын Анана. Его отряд насчитывает 53400 человек. Всего войска Дана насчитывает 157600 человек. Пусть оно идет последним. Таковы итоги переписи сынов Израилевых по родам. В их войске со всеми его отрядами было 603550 человек. При этом левиты не были включены переписи сынов Израилевых, как и повелел Господь Моисею. Но мы говорили к первой главе, что они не часть войск, они не вступают в сражение, а поэтому сколько их, не очень важно. Вот им и занимается Господь. Это такой личный отряд Господа. Поэтому людям его считать не надо. Сыны Израилева в точности исполнили все, что Господь повелел Моисею. Всегда бы они так. В таком порядке они располагались в стане, по войскам, именно в таком порядке двигались во время похода, каждый со своим племенем, со своим родом. Потому что внешнее самое простое. Вот сказано, ты идешь первым, ты вторым. Торжественные процессии, собрания всевозможные. Вот, как правило, с ними все хорошо получается. Когда Господь говорит, живите вот так, так, а не так, вот тут уже возникают проблемы. Но об этом мы прочитаем в других, конечно, главах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok